здрасте граждане никак не мог ожидать я то что после окончания гарантии я опять окажу столь знаменательным для меня месте но и горячо любимый торгмаш правда не тот который самый любимый который на 88 километре мкада а другой который влюблено причина моего визита вот она на стекле идет она вот так вот так вот так вот так и аж до сюда ингустрах просто направил меня сюда для замены лобового стекла торгмашем на 88 километре у нас были веселые денечки машина зверь слушай что в принципе редко потому что человек стоящий под рукой и наблюдающий за всеми твоими действиями дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений лучше работать будет еще еще буханку даже не поможет на проданную сделаем ну просто как что тут все долго только не забудь про нее а вот это поворот я знаю он меня заснял что-то не отчудки был ахахахаха ладно короче всем здрасте если это будет youtube тут вот это да такого я не ожидал что выложил великолепный план просто аху как оно будет здесь как они будут делать стекло мы посмотрим тем более тут есть несколько вариантов развития событий по поводу стекла это торпеда приотодвигается чтобы подключить контакты обогрева стекла либо вырезаются какие-то там дырочки я это не уточнял ничего я буду сейчас в ней все это спрашивать вот так записать ничего не получится потому что машину приходится оставлять буду выбираться тут даже не знаю как я буду выбираться посмотрим как буду выбираться и на сутки машину у них тут придется бросать плохо да ничего не поделать ну ладно пойдем у нас как с теплой это меняется торпеда отодвигается или дырочный вышел с торгмаши они как всегда в своем репертуаре на 9.30 была запись у меня мастер опоздал где-то 9.40 наверное моя была уже очень быстро оформили единство что да отдать должное обещают завтра в 11 отдать машину мне обратно на этом сокровище поедем домой ну а чё неплохо правда ревет ни хера не едет от 1.4 так ничего пробега как понимаю 72 или 77 наверно не особо ушатанно нормально впереди камера ревет моторчик 1.4 это понимает прикол свой есть вот это дед и тормозит хорошо и тапка в пол рев конечно как на реактивном самолете разгон не соответствует но ничего такая Легкая, приятная машинка Все, спасибо, сокровище Я пошел Утро следующего дня За машиной поеду Вон, на том сокровище, поход, дело Вот на этом Ну, ничего так, кстати говоря Довольно чисто Что-то дребезжит, правда И условия дорожные Все для вас, как говорится Но, честно говоря, в полу мне больше нравится Полу прикольней Вот обратно поеду, как белый человек На полном приеме 55 тысяч пробег Обшивка дребезжит на холостых В общем, на холостых вибрации Три писалки на стекло Блин, ну там были веерные распылилки Конечно, прикол И по эргономике, конечно, вопрос Вот сижу, кресло неудобное, ужасное Полики прям нормальные были Секлоподъемники Ну, почему-то они ищутся тут Не здесь, где они есть А рука сюда кладется То есть в полу сел Я в Ваге вообще никогда не ездил ни разу до этого Первый раз вчера поехал Там сразу сел, как в своей машине Потому что все именно там, где ты ожидаешь Все кнопочки, все переключалки Все у нас, видите, здесь как-то все не так логично Это далековато, на мой взгляд, хреновина от руля Ну, то есть, да, полуудобнее Каенам плохо приходится с фарами Вон там, да, даже снег замел Видно, только унесли Бедолага ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, собственно, все Новая стеклашка получена Приехал раньше на полчаса Машину забрал без права луча Сразу провели, посадили Из ремзоны выезжай, смотри, все ли нормально А нормально все вроде бы Вот так То есть это нивелирует то, что При приемке мастер немножко зазевался, опоздал Вот, в приватной беседе было сказано Что замена для страховой То есть десятка стекла стоит И около десятки, если со всеми ништяками Стоит замена С комплектом для вклейки Работа и все такое Вот так я сказал, тысяч 7, наверное 7 10-7 То есть в любом случае я выиграл Потому что я за франшизу отдал десятку Вот так А теперь на правильной машине При такой погоде поеду домой Ура! Ура! Полный привод Доминирую и властвую Вау! До свидули, чуваки Еще вот какой момент Будет ли видно на камеру, я не знаю Но стекло очень засорно боковое И одно, и второе Я уже вообще-то, говорят, забыл, что это такое Потому что у меня вот эти чудные уплотнители висели Которые спасали от этого всего говна Не знаю, насколько будет видно Но оно грязное Я вообще уже забыл, чтобы говно летело сюда Надо будет приклеивать Если что, видео у меня есть на канале Что с этим делать Ссылочка сейчас появится в правом верхнем углу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»